Таким водителям стоит поучиться культуре вождения, как в общем-то и некоторым таксистам. Пассажиры и другие участники дорожного движения нередко сталкиваются с хамским поведением частных перевозчиков. Причем не только на дороге. Водители такси могут позволить себе, например, курить при клиентах или грубить им. Этим озадачились в общественной палате России и сейчас разрабатывают кодекс профессиональной этики таксистов. Он необходим, поскольку сейчас в стране не существует даже профстандартов. Решено взять за основу советские правила, которые действовали еще в 70-х годах. Тогда отбор в такси был жестче. Все водители должны были проходить курсы подготовки, прочесть инструкции. Согласно правилам, таксисту запрещались разговоры с пассажирами за жизнь, а за хамство его и вовсе могли уволить. Краснодарские перевозчики заявили, что готовы работать по кодексу, ведь это одна из форм борьбы с бомбилами. Теперь все непрофессионалы, кто может руль держать в руках, на любой машине, может в любое время таксовать, не платя никаких налогов. Вот такое сейчас наступило время. Чтобы поломать это все, нужно сделать кодекс. Государственных такси, как в советское время, сейчас нет. В фирмах в основном работают водители-фрилансеры и, как правило, на своих машинах. От этого тоже страдает качество услуг. Но кодекс профессиональной этики, считают общественники, поможет исправить недочеты. Тем более, что легальные перевозчики совсем не против вернуться в советские времена и следовать старым правилам.